Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынка под компанией Тикмил и сами я, Артул и Диатурин. Приближается дедлайн по введению декабрьских тарифов против Китая. Естественно, интересно рассмотреть те причины, по которым первая фаза сделки может не застояться. А среди этих основных причин я выделил следующие. Во-первых, это полнейшая неуступчивость в вопросе, кто сделает первый шаг в схеме уступка за уступку. Правительство США сейчас кормит, будем так говорить, фермеров через субсидии, которые я обсуждал в своей предыдущей статье. Китай, в свою очередь, терпит гиперинфляцию на свинину, дожидаясь поставок из Бразилии. Годовой рост цен на свинину составил 110% в ноябре с признаками небольшого смягчения в декабре. Предмет спора в сделке первой фазы – это постепенное увеличение закупок сельхозпродукции за немедленную отмену тарифов или постепенная отмена тарифов за немедленное увеличение покупок. Обе страны не хотят упускать свой рычаг влияния. Фокус сейчас администрации Трампа направлен на сделку между США, Мексикой и Канадой, сделка НАФТА. По ней остались сейчас только финальные штрихи. Роберт Лейхайзер, как сообщили от новости, в понедельник отправляется в Мексику, чтобы эту сделку подписать. Устранение одного из тарифных фронтов и с усилением торгового союзничества с соседями – это несомненное переговорное преимущество Трампа, которое, наверное, будет использовать, пытаться. В мировой экономике сейчас наметился переломный момент. Отчет ОССР прогнозирует переход глобальной экономики в экспансию за счет эффективной предупредительной политики центральных банков, в том числе ФРС и ЕЦБ, которые они провели осенью, а также года фискального стимулирования. В 2020 году, благодаря обещаниям японского правительства вновь начать наращивать долг и зеленым инвестициям ЕС. Соответственно, торговая сделка сейчас не представляется единственным необходимым спасителем позитивного настроения на рынках, что, естественно, ослабляет давление на Трампа в принятии решений. Тем не менее, стороны, вероятно, постараются избежать введения тарифов 15 декабря, заключив мини-сделку, которая как раз таки будет направлена на то, чтобы тарифы могли быть отложены по следующим причинам. Введение тарифов спровоцирует ответную меру. Это релиз китайским правительствам так называемого списка нежелательных организаций, что оно давно грозится ввести. И, естественно, если это произойдет, то на дальнейших переговорах, именно на завершении их до следующих президентских выборов в США, можно уже будет ставить крест. Вторая причина существования необратимых эффектов длительной торговой войны своей враждебной позиции США будет взращивать конкурентов на рынке сельхозпродукции, конкурентов для своих же фермеров, это Бразилию и Аргентину, рискуя обречь себя на длительное субсидирование сельскохозяйственной отрасли. Если переговоры затянутся до февраля, американские фермеры упустят шанс сбыть продукцию, так как на рынок хвынет латиноамериканский урожай. По данным агентства Grow Intelligence, бразильский урожай в этом сезоне может превысить американский на 27%, что очень хорошо, как бы ясно говорит о размере бразильской ставки на негативный исход переговоров. Еще в 2015 году урожай США превышал бразильский на 10%. По данным агентства AgriSensus, Китай увеличил квоты беспочвенного ввоза соевобобов из США в прошлую пятницу на 2 миллиона метрических тонн для местных и международных компаний, что может быть одним из тех неочевидных таких признаков, что Китай идет на небольшие уступки перед дедлайном, перед введением тарифов 15 декабря. Однако временный квоты, конечно же, не означает обещание гарантии постоянных закупок, поэтому данные меры Китай, скорее всего, решал, попытался решить внутренние проблемы рынка тех продукций. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.